У нас эта традиция называется цау-ки-сер, то есть разрезание путы. То есть маленькому ребенку завязывают ноги, перед ним стелят белую скатерть, ложат конфеты и так далее, и в самом конце ложат определенные предметы, ручку, деньги или что-то еще. И путы должен разрезать именно самый уважаемый мудрый человек. Эта красивая традиция одна из многих в летописи Казахстана. На вопросы, как воспитывают детей в этой стране, какие блюда основные в восточной кухне, какие пейзажи и природные памятники в этом далеком крае. Об этом и многом другом юным читателям библиотеки рассказал консул Республики Казахстан в Бресте Айдар Шалбаев. А еще зачитал народную сказку «Чудесный сад». Айдар Исламбекович сразу же откликнулся на приглашение библиотеки. Детки сегодня собрались очень любопытные, очень внимательные, и меня это очень порадовало. Честно говоря, я немножко волновался, потому что большого опыта общения с аудиторией именно детского возраста у меня как бы не было. Но сегодня они меня, честно говоря, удивили. Очень хорошие, образованные, интеллектуальные дети. В День встречи в Казахстане, как и в большинстве восточных стран, отмечается национальный праздник Наурыз. Этот день знаменует не только начало весны, но и обновление природы после долгой зимы. И какой же праздник без угощений? Ребят угостили национальным блюдом казахской кухни чак-чаком. Это мощная восточная сладость, изготовленная из теста, меда и орехов. И во время чаепития ребята смогли задать гостю интересующие их вопросы. И тем, которые интересовали мальчишек и девчонок, оказалось очень много. Культура и обычаи страны, интересные туристические маршруты, семья и традиции. Диалог получился очень живым. Я действительно узнала многое про Казахстан, про праздник, который празднуется в Казахстане. Вот теперь буду знать, что есть такой праздник. Действительно, были вкусные угощения. В общем, все вот. Отлично. Мне очень понравилось то, что он рассказывал. Мне было очень интересно. Мне очень понравилось, когда он рассказывал о Казахстане, когда он отвечал на вопросы и когда он показывал там то, что какой-то праздник, потом снимали видео, которое он еле как добыл. И мне понравилось, что он подарил нам казахские шоколадки. Фонд Эбрейской областной библиотеки пополнил и литературный подарок. Встреча с консулом стала первой в проекте через книгу «К миру и созиданию». Основные цели проекта – это, конечно, укрепление идей мира, межкультурного диалога в обществе. Но главная цель – популяризация лучших книг о гуманизме, о дружбе, о мире, о бесконечных возможностях человеческого разума, жизни как главной ценности и многого-многого другого. Не зря речь идет о Казахстане, потому что областную библиотеку и консульство Республики Казахстан в Бресте связывают давние партнерские отношения. Представители этой страны не единожды принимали участие в Международной научно-практической конференции «Берестейские книгосборы проблемы и перспективы исследований», организатором которой является областная библиотека. Не так давно мы проводили акцию «Подари книгу библиотеке» к Дню Международного книгодарения. И консульство Республики Казахстан в Бресте тоже поучаствовало в этой акции. В наши фонды были переданы уникальные многотомные издания великого казахского поэта Абая в переводе на белорусский язык. А также ряд литературовеческих изданий, совместные проекты посольства Республики Казахстан в Беларуси, Министерства культуры Республики Беларусь и Союза писателей Беларуси. На следующих встречах читатели библиотеки познакомятся с русской культурой. Участниками же литературного марафона станут писатели, представители дипломатических служб, представители культурных и общественных организаций. Ожидают читатели библиотеки и новые выставки.